Здравствуйте! На телеканале ТНТ Онега программа «Важная тема» и я, Антон Брындиков. И сегодня мы в гостях у министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Олега Владимировича Тельнова. Олег Владимирович, в прошлом году завершилась программа по расселению ветхого жилищного фонда, которая длилась 5 лет. Расскажите, пожалуйста, о результатах. На самом деле здесь речь идет, наверное, не об одной программе. Тут целый ряд программ, последовательно, на которых мы заявлялись. Заявились мы на все средства, которые могли использовать по этим программам. Поэтому с этой точки зрения вроде бы все и неплохо. Несколько хуже, по нашим оценкам, обстоят дела с итогами реализации уже заявленных программ. И, к сожалению, у нас приходится констатировать, что из трех последних программ полностью не завершена ни одна. То есть в каждой программе были один дом, два дома, три дома, которые так и не были построены. И, соответственно, люди не имели возможности переселиться из аварийного жилищного фонда. Основная причина, как показал наш анализ, неоднократные проверки, которые приезжали в республики из фонда содействия реформирования ЖКХ, с других контрольно-надзорных органов. Основная причина – это взаимоотношения между органами местного самоуправления и подрядными организациями. Это могут быть в каких-то случаях были упущения, связанные с неграмотной, некомпетентной разработкой проектно-смертной документации. В каких-то случаях это неурегулированность на уровне муниципального контракта всех обязательств сторон по строительству уже домов, по готовым проектно-смертной документации, по готовым проектам. Но, тем не менее, результат есть результат. В целом программа у нас, конечно же, выполнена. То есть мы более 30 тысяч квадратных метров жилья расселили аварийного. Но, тем не менее, в целом мы числим обязательств где-то порядка 8 тысяч квадратных метров. Это те обязательства, которые нам нужно будет реализовать при работе уже над следующей программой. Эти обязательства никуда не деваются. Это я хочу сразу тоже на это внимание обратить, что все жители, которые проживают в домах, признанные аварийными до 1 января 2012 года, как и поставлена задача президентом России, она, безусловно, должна быть выполнена. И все те огрехи, которые допущены органами местного самоуправления при реализации прошлых программ, мы сейчас будем включать в свои уже обязательства. И на уровне республики, совместно, безусловно, с органами местного самоуправления, будем принимать меры для решения вот этих вот накопленных, скажем так, за предыдущие три года проблем. Срок, в течение которого все эти вопросы должны быть закрыты, он определен. Это сентябрь 2017 года. До этого момента мы должны предоставить жилье всем гражданам, которые проживают в соответствующем жиле. И кто справился хуже всего? Если говорить про объем, ну и в целом объем расселения, конечно, в городе Петрозаводске больше всего, ну и объем нерасселенного жилья, точно так же в городе Петрозаводске он максимальный. Это из 8 тысяч нерасселенной аварийной площади, 5 тысяч – это Петрозаводск. По сути, это два непостроенных дома, которые строились под программой расселения. Они в настоящее время в незавершенном строительстве в городе Петрозаводске находятся. Прошли, насколько я знаю, по информации администрации города, судебное разбирательство с подрядчиком. И я думаю, что мы найдем механизм совместно с Петрозаводским городским округом, каким образом незавершенное строительство использовать, поскольку деньги в него вложены, средства из бюджета были потрачены, чтобы эти незавершенные объекты, использовать как актив при реализации последующих программ расселения. Соответственно, предоставить в них жилье всем тем, кто должен был в них быть расселен по программам, закончившимся. С этого года программа по расселению ветхого фонда будет проходить в новом формате. Расскажите, пожалуйста, о существенном отличии. Да, действительно, изменения были серьезные и внесены по итогам реализации программ в 185-й федеральный закон о фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Эти изменения касаются ряда направлений. Во-первых, проблемы с муниципальным заказчиком, скажем так, они возникали не только в Карелии. И основная проблема реализации программ переселения везде была именно муниципальный уровень, скажем так, принятия больших решений, который был четко прописан, однозначно прописан в законе. Сейчас такого формального требования, что это в любом случае должен заказчиком выступать в муниципалитет, нет. И это позволяет на сегодняшний день консолидировать в целом программу расселения, сделать ее реализацию организационно на уровне Республики Карелия. И вот на уровне субъекта такая программа, она должна быть разделена по решению управления фонда содействия реформирования ЖКХ на три пусковых этапа. Первый этап должен начаться в этом году и завершиться до 31 декабря 2015 года. И далее ежегодно, соответственно, последний этап должен завершиться до сентября 2017 года. Сколько денег планируется потратить до 2017 года? Объем средств, которые направляются на решение этой задачи из фонда содействия реформирования ЖКХ, он определен. Он определен в разбивке по этапам программы, он определен в общем объеме. То есть там все понятно, там вопросов не возникает. Окончательный объем средств, он формируется исходя из потребностей. То есть, допустим, у нас в Республике Карелия признано аварийным по состоянию на 1 января 2012 года 108 тысяч квадратных метров, не считая нерасселенных домов, ранее участвовавших в программе. Соответственно, если мы считаем рекомендованное или установленное для Республики стоимость строительства, мы получаем объем софинансирования, который из любых источников бюджетных внутри Республики Карелия должен быть изыскан. Объем этот очень большой, то есть это более 2 миллиардов рублей. Мы обратились в Российскую Федерацию с просьбой рассмотреть возможность установления для Республики отдельного режима, поскольку, в отличие от многих субъектов Российской Федерации, мы по своим бюджетным показателям на сегодняшний день не можем подтвердить выделение соответствующего объема финансовых ресурсов. При нашем объеме аварийного жилищного фонда и том объеме средств фонда содействия реформирования ЖКХ, который выделен. Если раньше мы участвовали в программах и софинансировали за счет консолидированного бюджета Республики в пределах 28%, то сегодня уровень нашего софинансирования более 60%. В конце прошлого года вы проверяли подготовку электрических сетей к осенне-зимнему периоду. Как прошла эта проверка? У нас не получила паспорт готовности Петрозаводские коммунальные системы по городу Петрозаводскую. Это, по нашим оценкам, на сегодняшний день наиболее проблемная точка в электросетевом комплексе в целом по Республике. Связано это прежде всего с меньшими объемами восстановления кабельных линий, чем идет в процессах выхода из эксплуатации. То есть мы каждый год получаем прирост дополнительной линии, которые аварийно выключились, но не были введены в том же самом году, то есть не были отремонтированы. В результате те резервные схемы работы электросетевого комплекса, которые существуют, скажем так, по режимным картам, по технологиям работы, они оказываются частично по отдельным районам, по отдельным микрорайонам, выведены из эксплуатации и нет возможности оперативного переключения. То есть для восстановления электроснабжения во многих случаях оказывается необходимым проведение уже аварийно-восстановительных работ. Не аварийные переключения на резервные линии, а аварийно-восстановительные работы. А это совершенно другой срок устранения, соответственно, и подачи электроэнергии жителям. Мы провели совместно с управлением Ростехнадзора противоаварийную тренировку, большую, с привлечением учреждений бюджетной сферы, управляющих компаний, с привлечением электросетевого комплекса всех компаний. По городу Петрозаводску. И, к сожалению, вот эти выводы, которые были сделаны при оценке готовности к зиме, они подтверждаются. То есть на самом деле даже грамотные с точки зрения организации действия оперативного персонала электрических сетей не позволяют быстро ликвидировать возникающие нарушения. Для этого требуется специальная программа по восстановлению кабельных линий, по восстановлению работоспособности резервных кабельных линий, которую Петрозаводскому коммунальному системам и администрации города Петрозаводска предложено между собой согласовать, составить, потому что это имущество города передано в аренду коммерческой компании. Требуется ли в данном контексте помощь от республики? Ну, здесь я уже плохо представляю, в чем может быть эта помощь оказана, потому что на самом деле инфраструктурные активы города Петрозаводска – это наиболее прибыльные, наиболее экономически положительные активы во всей республике Карелия. Если мы эти проблемы вынуждены решать теми или иными способами по отдаленным муниципальным образованиям, там, где объективно муниципалитеты не в состоянии с ними справиться, то город Петрозаводск в этой ситуации, безусловно, находится в выигрышном положении, и мне кажется, что у него есть все возможности для того, чтобы принять на городском уровне необходимое решение и меры для того, чтобы эту ситуацию исправить. Олег Владимирович, в Петрозаводске существуют проблемы с сжиженным газом. Как эту проблему решать? И вообще, кто виноват опять же в этой ситуации? Причина здесь экономическая. Газ закупается, по сути, по рыночной стоимости. И при том, что мы считаем на сегодня цену сжиженного газа уже критичной, скажем так, для платежеспособного спроса, для платежеспособности населения в оплате за ЖКУ, но при этом она не покрывает тех затрат, которые возникают на транспортировку газа. И поэтому здесь, безусловно, есть вопрос тактический, то есть вопрос обеспечения текущей работоспособности, текущего заполнения газораспределительной системы с сжиженным газом, который опять же относится, вообще-то говоря, на сегодня к вопросам местного значения, должен решаться соответствующим органам местного самоуправления газотранспортной компанией, то есть каким образом построить свою работу так, чтобы в текущем режиме газ был. И есть стратегические направления, в котором, безусловно, мы уже должны принимать участие. И в увязке с общим подходом с увеличением доли природного газа, наверное, придется формировать программу снижения издержек, потому что без нее себестоимость сжиженного газа будет только увеличиваться, и покрыть все затраты газотранспортной компании не получится. А сейчас в текущем режиме это нормальная работа любого бизнеса. К сожалению, у нас многие виды бизнеса в текущем периоде деятельности являются убыточными. И на момент, пока ищутся какие-то решения стратегические, необходимо обеспечивать текущую эксплуатацию всех этих систем и решение текущих проблем. Это полностью находится в компетенции менеджмента Карелгаза и, опять же, администрации местного самоуправления, в которых сжиженный газ используется. Олег Владимирович, я благодарю вас за интересную информацию. И напоминаю, это была программа «Важная тема» на ТНТ НЕГО. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова